Всем привет! Меня зовут Игорь Линк, это RUHUB. И сегодня мы берем интервью у такого игрока, как Роман Кушнарев, который играет в команде Team Spirit на позиции керри. И никнейм его, как вы все, наверное, знаете, Ramzes666. И, наверное, с этого мы и начнем. Что же значат цифры 666? Привет! Ничего. Просто придумал себе ник такой. Просто так. А 666 записал, чтобы он был длиннее, что ли. Отличался от других Ramzes? Да. Понятно. Сколько тебе лет? Ты очень молодо выглядишь? Это, я думаю, многие здесь замечали. Мне лет 16. В этом году будет 17. Понятно. Тогда такой вопрос. Есть ли у тебя какой-то мандраж, возможно, перед играми, потому что в интервью и на всех видео ты будешь так очень весел и уверенно. Есть ли такое, что ты заходишь в кабинке, когда понимаешь, что у тебя сейчас будут смотреть десятки тысяч людей по всему миру и, может быть, как-то волнуешься? Да нет, особо не волнуюсь. Я был уже на StarLadder, на Mars TV. Особого волнения не присутствует. Понятно. Такой вопрос. Сколько ты играешь вообще в Dota? То есть в Dota в первую суммарную, в вторую вообще? И как ты поднял так свой скилл? Просто ты играл много или какие-то особые приемы? До года 4 максимум, думаю, или 5. То есть за 5 лет ты достиг вот такого уровня игры, как сейчас, да? Ну да. Просто играл? Да, очень много играл в Solar Rating. Да. Ну давай тогда сразу перейдем к Solar Rating. Сколько у тебя сейчас текущий точный Solar Rating? 8200 где-то. 8200 ММР. Как ты добился, опять же, такого ММР? Может быть, какие-то советы? Ты играл на каких-то определенных героях или ты просто играл, играл, играл и вдруг у тебя стало 8000 ММР? Ну, в прошлом патче можно было играть на Лешраке, на Булсикере. То есть обузишь какие-то методы, да? Ну да. В этом патче есть Ultra Devourer, Медведь, Морф. То есть в основном ты на них играешь, да, когда играешь в Solar Rating? Да, кроме Лон Троидов. А как относятся родители к тому, чем ты занимаешься? Они уже как-то воспринимают это как работу или для них это все еще является твоим увлечением, и они думают, что это, возможно, пройдет или поддерживают тебя? Ну, считают больше как увлечение пока что. Сейчас, на данный момент, мы даже смотрели вчера игры мои, поддерживали, писали. Понятно. Тогда такой вопрос, что ты планируешь делать по окончании учебы? Ты продолжишь обучаться, поступишь там в поле какое-то, в следующее образовательное учреждение или же ты планируешь дальше заниматься опять же ДОТ и превратить это в свою основную работу? Ну, как пойдет. Пока не знаешь? Пока еще не знаю. Понятно. А этот мажор может стать какой-то решающей... Да? Решающую роль сыграть. Понятно. Ну, давай тогда перейдем к более насущным вопросам. Как тебе Китай вообще? Как тебе здесь местная еда, люди, обычаи? Что-нибудь необычное, может быть, заметил? Что-то тебя удивило? Ну, Китай мне не особо нравится. Хоть я тут и не был, нигде не гулял. Даже вода невкусная. Даже вода невкусная? Ну, еда тут нормально, именно вот тут. А китайскую еду я не пробовал. То есть ты спускаешься, там, то, что ты из европейского видишь, там, хот-доги, бургеры в основном пытаешься есть? Да, да. Понятно. Как тебе первые игры, которые вот вчера прошли, как ты оцениваешь свою собственную игру? Ну, против Альянс мы так все сыграли. Свитч и Гейбинг все хорошо у нас играли. А против Фнатик мы что-то первую выиграли. Должна была быть легкая игра, мы сами ошибались. Вроде выиграли. Вторая игра у нас... Мы пошли, типа, хард. У нас не пошло. Мы не реализовали никак своих героев. Проиграли. Третий раунд у нас зажали на базе. Я пошел сдох от двух тычек. И считаю, проиграл игру. Понятно. Ну, третье место в группе. Как вы относитесь к такому результату? Все-таки... Все-таки не четвертое. Ну, когда выиграли Вич и Гейминг, рассчитывали, что выиграем и Фнатиков. Планировали все-таки в Венера показаться, да? Немного не повезло. Кого ты считаешь фаворитом на этом турнире? Ехомов считал. Считал? То есть после... Ну, может, они по лозерам пойдут. Это их фишка. Ну, а так ЕГЭ, ОДЖИ. Понятно. Ну, стандартно. С кем бы вы хотели встретиться в лозерах? С Сахчин. Понятно. Ну, на этом, наверное, все. Спасибо тебе большое, что согласился дать нам интервью. Спасибо за ответы на все наши вопросы. С вами был Игорь Линк. Я отвечал на наши вопросы Ramza666 из Team Spirit. На этом все. Еще увидимся. Редактор субтитров А.Семкин